Рейс из Китая в пятницу прибыл в Иркутск. Несколько месяцев граждане России не могли вернуться на родину. Границы закрыты. Пассажиры из разных регионов страны. Спецборд из Маньчжурии встречал наш корреспондент Ирина Артамонова. Пассажиры этого вывозного рейса из Китая уже почти сроднились. Его переносили дважды и соотечественникам пришлось уже пожить на маньчжурской стороне в обсерваторе. Каждому в отдельной комнате, чтобы попасть домой. В Иркутске их также ждал двухнедельный карантин. Перед посадкой на рейс в аэропорту Сидзяо Анна Гура сдала маски всем 70 пассажирам. В самолете обязательно маски 95-й. Это по правилам санитарным, по другому никак. Почти половина россиян – это ее земляки из Иркутской области. Остальные собрались на борту еще с 15 регионов. Ленинградской, Свердловской области, Ставрополье, Татарстана, Башкортостана, Ростова-на-Дону и наши соседи из Красноярского края, Забайкалья и Бурятии. После всех процедур томительного ожидания всего через полтора часа люди оказались на родине в России. Дамы и господа, мы сердечно благодарим губернатора Иркутской области, компанию «Чайно-бизнес-главу», консульство Российской Федерации в Китае и авиакомпанию «Ирайра» за организацию этого рейса. Добро пожаловать домой. Ура! 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 Выручить застрявших в Манчжуре россиян вызвалась Ассоциация китайских предпринимателей. «Чайно-бизнес-клаб» обратилась к местной авиакомпании за помощью и «Ирайра» предоставила самолет фактически по себестоимости. Люди по разным причинам не могли вернуться домой в Россию. А потом и страна закрыла границы. Анна Гу почти полгода мечтала. Наконец-то прилетела с мужем и двумя малышами. Один совсем младенец. В Иркутске Анну ждет старшая дочка. «Ни мы сюда, ни она сюда. Она с русским гражданством. Она в Китай не может. Мы тоже не могли выехать, потому что я только родила ребенка. У него еще документов не было. И вот пять месяцев не виделись с дочкой. Она здесь одна девятилетняя. Одна денешенька в Иркутске осталась». Женщина согласна подождать еще две недели в обсерваторе, пока ее интернациональная семья воссоединится и когда дочка познакомится с новорожденным братиком. А есть кому не терпелось поскорее свидеться с родными. Александр Филонников проехал на машине почти столько же километров из Читы до Иркутска, сколько его дочь пролетела из Сидзяо. Говорит, просила встретить. «Они сами не знают, отдадут ее или нет. Я вот сейчас жду решения, как закончится. Я бы ее забрал, она-то не болеет и одета. Но как она написала, у нее там анализы брали». «Что делала она у вас там?» «Она там, у нее свое, ну, небольшой бизнес, стилист она, парикмахерских дел, мастер, уже там несколько лет работает. Но приезжала раньше-то регулярно до этого коронавируса, а сейчас вот так вот получилось, что не могла выехать». Кстати, дочь Александра летела в самолете в защитном костюме. Но правила санитарного врача для всех одинаковые. Пассажиры этого зарубежного рейса должны отправиться в обсерваторную изоляцию. Оказалось, что есть исключение. Бригаду медиков срочно вызвали на летное поле. «По неофициальной информации, которую мы только что получили, у одного из пассажиров рейса Сидзяо-Иркутск обнаружили повышенную температуру. И на борт поднялись медики в защитных костюмах, видимо, для того, чтобы госпитализировать этого человека». Кроме того, 11 человек, семеро жителей Бурятии и четверо забайкальцев на автобусе увезли в обсерватор соседней республики. Так договорились власти регионов. «Правительство Иркутской области согласовало дату приезда, потому что считаем, что это необходимо. Граждане наши, Российской Федерации Иркутской области, будем и наблюдать их здоровье здесь. И, конечно же, для них очень важно, для нас для всех важно, чтобы они были здоровыми. Обсерваторы свою роль выполняют. Идет и выявление граждан, и профилактические все мероприятия». Пассажиров этого рейса из Китая сразу же заселили в гостиницу «Централь» в Иркутске. Четырехзвездочную. Напомню, в обсерватор людей размещают за счет средств регионального бюджета. И это далеко не последние рейсы за рубежа в Иркутск. За границей остаются еще больше полутысячи земляков в 56 странах. Они вовсе не туристы или зимовщики, а это люди, которые работают, учатся. И сейчас им нужно помочь вернуться на родину. Ирина Артамонова, Илья Никоноров, Вести Иркутск. События недели.